Друзья, я хочу представить всех участников этого проекта. В проекте мы принимаем участие модерн балет Royal Dreams. Наталья Медлик, Борис Аладин, Светлана Чергер, Светлана Степанова, Светлана Бернадийцев, ансамбль грузинского танца, Славлия Гороланце, полков с Агаришниевском языке, Сурат, Суратов, Сулат Яковлевском, Друзья Медли GETTEN, С Santos, СУРАОВСЯ, СУРАВСЯ, СУРАВСЯ ВОЕНСМЕНТЫ, Аплодисменты. 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 Мастер церемонии, солист Востокского академического театра «Антеретия», заслуженный артист России, наш друг и гость из Москвы Виктор Богаченко. 36-го постановки селектарля Андрей Деван! Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Ой, ну во-первых, я хочу, конечно, поздравить Рустема, у него сегодня день рождения. Рустемчик, поздравляем тебя, дорогой! Здоровья тебе, творческих успехов, сил! И, конечно, огромное спасибо всем, кто сегодня подарил нам всем этот замечательный спектакль. Такой вот действительно замечательный. Вот, и наша компания двум очаровательным актрисам, Тамаре и Ринаточке, мы хотим преподнести вам небольшие сувениры. Спасибо! И всех еще раз огромное спасибо за этот замечательный вечер, который вы сегодня нам подарили. С днем рождения тебя, Рустем! Спасибо! Спасибо! Ваши аплодисменты, поздравления с днем рождения, с днем рождения театра музыки и поэзии. И заключительное слово предоставляется популярному ведущему Виктору Тапалеру! Вы знаете, я буквально два слова скажу. Я не знаю, как вы, а я поражен. Я совершенно не ожидал увидеть и услышать то, что сегодня здесь на этой сцене происходило. К сожалению, в тех условиях, в которых мы живем и пытаемся заниматься творчеством, очень часто это похоже на, знаете, определение музыкальных ансамблей, когда про них говорят, ну, это такой ансамбль, скрипка, бубен и утюг. К сожалению, вот сегодня приятное исключение, потому что все, что происходило на этой сцене, это высокой и настоящей пробы. И актерские работы, и прекрасные танцевальные коллективы, и великолепный вокал. И можете мне поверить, что это здорово сделано, потому что кажется, что это легко. Поверьте мне, что это чудовищно тяжелый синтетический спектакль. На чудовищно тяжелом материале, представитель Московского театра Оперетта не даст мне соврать, что демон рушился неоднократно. Это мистическая, запредельная и очень тяжелая поэзия. Сделать спектакль, в который входят все эти жанры, и так, чтобы он пробил зал. Вспомните одну вещь показательную, знаете, еще буквально одну секунду вашего внимания. Актер всегда чувствует зал. Когда актер выходит чуть позже на сцену, через 5-10 минут, после начала, не говоря уже о втором акте, если он только появляется. Первое, что он спрашивает у партнера, как зал сегодня. Вот сегодня зал был хорошим не благодаря тому, что мы такие хорошие с вами, а благодаря им. Сегодня в зале никто не кашлял, никто не шуршал бумажками. Рустем мог держать паузу 5-минутную и чувствовал себя в этом комфортно, потому что все эту паузу держали и все затаили дыхание. Я... Это вам, ребята. Я поражен и счастлив тем, что вечерний вечер, вечерний Бруклин увидел и услышал эти стихи. И самое главное, вы знаете, за что я хочу поблагодарить ребят. Я многому мог бы говорить о подвижничестве, о том, что они бьются, о том, что это искусство в чистом виде, потому что они на этом, конечно же, не зарабатывают деньги, а занимаются, потому что не могут без этого жить. Много чего можно было говорить. Но я хочу поблагодарить их еще за одну вещь, за самую главную вещь. В потоке дряни, мерзости, бездарщины, которая обрушивается на нас со всех сторон и на английском языке, и на русском языке. Когда звучит великая поэзия, понимаешь, что, как писал Галич, не все напрасно в этом мире. И вот за это самый низкий поклон создателям этого спектакля. Спасибо вам, ребята.